Швеция стала второй за последний год скандинавской страной, вступившей в НАТО. Ее членство дает Альянсу ряд преимуществ. Во-первых, вслед за Финляндией, отказавшись от нейтралитета, Швеция посылает важный сигнал тем странам, которые все еще думают по поводу вторжения России в Украину. Пришло время выбирать сторону. Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и не присоединения. Это большой шаг. Мы должны отнестись к нему серьезно. Но это также естественный шаг, который мы делаем. Кроме того, Кремль больше не может утверждать, что присоединение в Финляндии было единичным случаем. В то время как НАТО пытается разработать планы обороны для восточных членов для сдерживания России, Швеция обладает значительным опытом в понимании того, как противостоять этой угрозе. Военный потенциал Швеции также делает ее мощным членом Альянса. Страна может похвастаться новейшими самолетами и зенитными ракетами, а также современными танками, подводными лодками и большим флотом кораблей. У Швеции 500-летний флот, который является одним из крупнейших Балтийска моря, где, как мы знаем, НАТО не обладает крупным флотом. Географическое положение Швеции также делает ее полезной. Во-первых, в качестве сухопутного транзитного маршрута для усиления своих коллег Норвегии и Финляндии. А во-вторых, благодаря огромной береговой линии Швеции, НАТО может взять под контроль Балтийское море в случае конфликта с Россией. В свою очередь, Швеция теперь имеет гарантии безопасности Альянса, если она подвергнется нападению со стороны России или кого-либо еще в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok